МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 7 дней. Студия Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это принципиальная позиция президента. Все объекты, все дома будут достроены. Два года на решение всех проблем. К 2020 году правительство обещает снять вопрос с обманутыми дольщиками. Что для этого нужно? Разберемся. Заводу быть и быть обязательно. Уже не намерения, а конкретные планы. В Казани, похоже, определились, где строить мусоросжигательный завод. Все расскажем. Такая была организованность. Никто никого не понукал, никто никого не заставлял. Итоги выборов в Татарстане. Закономерные и неожиданные, как голосовали районы республики. Подробный анализ. В середине этой недели премьер-министр Татарстана Алексей Песошин впервые подробно отчитался об итогах работы правительства за 2017 год. Надо отдать должное Алексею Валерьевичу. Он не стал услаждать слух депутатов бравурными речами, а сосредоточил свой отчет скорее на проблемах, чем на достижениях. Успехи, впрочем, тоже имеются. И на среднероссийском фоне даже неплохие. Так, воловой региональный продукт республики по итогам года вырос на 2,8%. До 2 триллионов 100 миллиардов рублей, что выше общероссийского показателя, в России рост на 1,5%. Хорошая динамика по потребительской активности. Но все это успехи относительные. Как тут не вспомнить нашего живого классика, писателя-сатирика Михаила Жванецкого и его бессмертную фразу «Кто не видел других туфель, наши туфли вот такие». Действительно, если сравнивать с лидерами мировой экономики, наши результаты по той же производительности труда ниже практически в два раза. Показатель доли малого бизнеса, чуть более четверти ВРП, также не внушает оптимизма. Даже с учетом недавнего послания Владимира Путина, который обозначил цель в 40% вклада малого предпринимательства в ВВП страны к 2024 году. Так что будем объективны, еще раз послушаем нашего премьера Песошина, который призвал не слишком полагаться на рейтинги и лидирующие позиции в них Татарстана. Рейтинги рейтингами, но в повседневной жизни людям они не так важны. Если они не видят решения проблем, с которыми сталкиваются каждый день. А таких проблем, увы, более чем достаточно, которые не только тянут Татарстан назад в социально-экономическом развитии, но и вот уже десятилетиями отравляют жизнь тысячам жителей. Одну из них премьер Алексей Песошин обещал решить к 2020 году. Речь, как вы уже догадались, об одной из самых болезненных и застарелых тем – проблеме обманутых дольщиков. Ситуация непростая, премьер озвучил цифры. На данный момент в Татарстане остаются проблемными 33 объекта. Более 4200 семей ждут, когда будет достроено их жилье. Наш корреспондент Сергей Темляков изучил проблему. Здесь больше же возможностей лечиться. Равеля Лутфулина со слезами на глазах рассказывает нам свою трагическую историю. Она инвалид первой группы, нет ноги, страдает сахарным диабетом в тяжелой форме. Равеле часто приходилось ездить из Бугульмы, где она жила раньше, в Казань, на лечение. Тогда она решила продать трехкомнатную квартиру и переехать в столицу. И лечение удобно проходить, да и к сыну поближе. Его семья живет в Казани. Продали миллион восемьсот, моя квартира шикарна была. Но здесь за эту сумму не купишь квартиру. И мы решили долевое строительство. Как так можно? Девять этажей было намечено, а вместо этого восемнадцать. Начальник на начальнике сидят. И как они такое могли проморгать, я не понимаю. А вот он дом на улице Чистопольской под строительным номером 6. Здесь в 2014 году и купила квартиру Равеля Лутфулина. Правда, денег от продажи прежней жилплощади не хватило. Пришлось влезть в долги, найти ей еще 300 тысяч. Возведением дома занималась печально известная фирма «Свей». Уже пятый год, рассказывает пенсионерка, она живет в подвешенном состоянии. Вынуждена снимать квартиру. Таких, как Равеля Лутфулина, обманутых дольщиков, в Татарстане сегодня 4211 человек. И у каждого своя трудная история взаимодействия с недобросовестными застройщиками. Что касается остроты проблемы, она действительно стоит очень остро в республике, особенно в Казани. Депутат Госсовета Татарстана Артем Прокофьев отмечает, совместно с депутатами Казгордума недавно объехали абсолютно все проблемные стройки в Казани. Встретились с людьми. Артем Прокофьев показывает нам подготовленный документ. Здесь полная картина по каждому объекту, что предлагает мэрия, что правительство, и что считают необходимым сделать сами люди. Вот ту информацию, которую мы собрали, результаты вот этих встреч, все это надо уже пускать в работу. И я уверен, что совместными усилиями, конечно, мы сможем решить. Буквально вчера я отчитывался перед Президиумом Генерального Совета по проблемам дольщиков. К сожалению, 2017 год стал годом пиковым с точки зрения появления стволов, по которым неисполнены обязательства. Руководитель рабочей группы по защите прав дольщиков, депутат Госдумы России Александр Сидякин сейчас в Москве. Мы связались с ним по телефону. Отмечает, в Татарстане вопрос обманутых дольщиков находится на особом контроле у руководства республики. Там, где главы регионов занимаются этим лично, там процесс идет. Вот в прошлом году, в 2017, мы сдали шесть объектов. Мы много чего сделали, мы забрали вчера землю. Более тысячи семей в республике уже получили ключи от своих долгожданных квартир. Но и в Татарстане, и в России в целом проблема пока остается нерешенной. В прошлом году в России помогли более 35 тысячам обманутых дольщиков. При этом появилось еще более 58 тысяч новых пострадавших. Почти 500 объектов находятся в заморозке. Остается проблемными 33 объекта, в которых приобрели квартиры 4211 дольщиков. Вопрос находится на особом контроле. Решением президента республики создан Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действия недобросовестных застройщиков. В четверг премьер-министр Татарстан Алексей Писошин на сессии госсовета сообщил, что в течение двух лет в Татарстане намерены полностью решить проблему обманутых дольщиков. К 2020 году мы планируем этот вопрос полностью закрыть. В этом году планируется завершить 21 объект, из которых 7 уже построены. И нужно решить только юридические проблемы. В 2019 году 5 объектов, в 2020 году 7 объектов. Реально задача, которая стоит перед правительством сложнейшая. Основные проблемные объекты – это дома застройщиков банкротов. Единственный выход – найти нового инвестора для достройки объекта. Но как это сделать? Для этого и нужен фонд. Схема простая. Инвестор вкладывается в строительство проблемного дома, взамен получает земельный участок из того самого фонда. Пока параметры его не разглашаются. Но сам факт, что власти пошли на его создание, уже говорит о многом. Это принципиальная позиция президента. Все объекты, все дома будут достроены. Сегодня в этом направлении работают три инвестора. Сейчас на данном этапе идут переговоры о привлечении еще двух компаний. Чуть позже, в четверг, официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова познакомила журналистов с графиком новоселий. В Бавлах новые квартиры в этом году переедут 40 семей. Дом готов на 65%. Новоселий отметят и в селе Куюки, что в Пестричинском районе. В домах завершается отделка. Готовность уже 90%. В Зеленодольском районе идут переговоры с потенциальным инвестором. Необходимо завершить благоустройство территории и пуска наладочной работы внутренних сетей. В набережных Челнах решение вопроса по дольщикам в стадии завершения. Определен инвестор. Объем квартир 639. Показания. На столицу приходится наибольший объем проблемных объектов. Есть существенное продвижение по жилому комплексу МЧС. В части предоставления федеральным МЧС земель в распоряжении республики. Принципиальная договоренность достигнута в ходе переговоров президента республики Татарстан Рустама Миниханова с министром Владимиром Пучковым. Высокая степень готовности секции Г, дома номер один и жилого дома номер пять. Вот моя долгожданная квартира. Вот съездил в магазин, купил обои. Ильгам Хабибуллин говорит, мечты сбываются. Предлагает нам оценить цвет обоев, которые подобрал для кухни. Дальше экскурсия по квартире. Мы в жилом комплексе «Симфония», что на улице Роторная. Дом 27В на 346 квартир был сдан 1 февраля. Ильгам рассказывает, квартиру решил приобрести в 2014 году. Застройщик компании «Фон» тогда по отзывам была благополучной фирмой. Стройка шла очень интенсивно, очень хорошо. И у нас уже под фундамент тоже вырыли котлован. Но в какой-то момент, смотрим, стройка остановилась. Рабочих нет, месяц нет, два нет. Такая ситуация продолжалась два года, заверяет нас Ильгам. Дольщики создали инициативную группу. За помощью обратились к руководству города и республики. Летом 2016 года пришел новый застройщик. И строительство дома завершилось даже раньше срока, который был запланирован. Вот и Равеля Лутфулина очень надеется, что она доживет до того момента, когда ее дом будет достроен, и ей вручат ключи от квартиры. В этом году ей исполнится 70 лет. Она считает, что на застройщика фирму «Свейн» одежды нет. Застройщик поступил с ней бесчестно, обманул, как и других дольщиков. Последнее заявление правительства Татарстана внушает хоть какой-то оптимизм. Без него жить совсем тяжело. Равеля Гаяновна отмечает, положение очень трудное. Ей приходится снимать квартиру, оплачивать счета и услуги сиделки. Сергей Темляков, Андрей Мохов. Семь дней. Почему нельзя откладывать проблему обманутых дольщиков в долгий ящик? Во-первых, и это самое главное, нужно помочь людям, которые по разным причинам оказались в трудной ситуации. Мы не имеем права их бросить на произвол судьбы. Так у нас в республике не принято. Ну и во-вторых, это не просто проблема конкретных семей и их взаимоотношений с недобросовестными застройщиками. Это еще и проблема имиджа Татарстана, если хотите его деловой репутации. На глобальном рынке конкуренции все имеет значение. И результаты работы малого бизнеса, и показатели демографии, медицинского обслуживания, экологии. Татарстан сейчас позиционирует себя не просто как экономический и промышленно развитый регион, но еще и как территория, где людям живется удобно и комфортно, где действуют высокие стандарты уровня жизни. Экологические вопросы в числе приоритетных, а проблема мусора только обостряется в последние годы. И понятно почему. Ежегодно в Татарстане образуется свыше 10 миллионов тонн отходов. 12% из них формируют жители. Объемы мусора растут каждый год, а вместе с ними появляются гигантские свалки, полигоны для захоронения мусоросортировочной станции. Суммарная площадь всех объектов размещения отходов в республике сегодня уже превышает 360 гектаров. Остановить дальнейшее разрастание территории возможно только на государственном уровне, выстроив целую систему массовой переработки. Но даже если допустить решение вопроса цивилизованного захоронения мусора, главный вопрос остается. А что с ним делать дальше? Во всем цивилизованном мире уже ответ есть. Мусор выгоднее и экологически безопаснее сжигать. К этому же выводу пришли и в Москве, и в Московской области, о чем мы уже рассказывали в нашей программе. Определились и в Казани. И на этой неделе стало известно, где, скорее всего, построят мусоросжигательный завод. Михаил Любимов продолжит. Надо необходимо учитывать, что жизнь человека и здоровье человека бесценны. Право человека на дыхание здоровым воздухом, дышать здоровым воздухом, жить в благополучной стране. Это же все оговорено в нашей Конституции. Широкая общественность впервые узнала о четких намерениях строительства мусоросжигательного завода в Казани в начале прошлого года. Резонанс тогда был немаленький. Тогда еще и не было известно, где, собственно, построят этот завод. Представляющий из себя в сознании граждан нечто вроде гигантского крематория с полой трубой, извергающей едкий всеотравляющий дым. Специалисты парировали. Это неправда. Мусоросжигательные заводы не дымят и не портят воздух. Труба, она для пара. И бороться со свалками, которые как раз и убивают нас, можно лишь такими методами. Мусоросжигательный завод, условно, он же работает. Вы разве не обратили внимания? Там постоянно стоит дым. А вы знаете, сколько выделяется вот здесь? Люди подумали об этом? Могу сказать, что многократно, примерно 8 тысяч раз больше выделяется, больше вот когда-то Акарин. Больше года прошло, но стороны непримиримы. За год не было особых новостей. Будет, не будет завод, было неясно до этой недели. И вот теперь мы знаем, уже доподлинно, даже где он может быть построен. У премьера сомнений нет. Мое мнение, что заводу быть и быть обязательно. Сейчас ведется проработка инженерной инфраструктуры. Выделен, приобретен собственником участок. Он определен. Сейчас происходит планировка участка. Определяются защитные зоны. Ищутся экологические вопросы. Итак, вот оно, это место за моей спиной, где, возможно, уже в этом году начнется строительство мусоросжигательного завода. Строго говоря, находится оно отсюда, от трассы М-7, где мы сейчас стоим, в 600 метрах. Но выглядит так же. Чистое поле, снегу, как видите, пока по колено. Там 11 с лишним гектаров. Этот участок находится на территории Осиновского сельского поселения. Оно там. До Осиново отсюда примерно 2 километра. Здесь поселок Новониколаевский в 800 метрах. Туда, на северо-восток, в тех же 800 метрах поселок Краснооктябрьский. Салават Купере, живой комплекс, который хорошо виден отсюда, в 5 километрах. И вот этой новостью, вот уже сколько дней буквально ошеломлены жители всех этих поселков, им, конечно, кажется, что всех этих расстояний ой как недостаточно. И таким образом сейчас начинается длительный и очень непростой этап обсуждения этого проекта. В поселке Осинова атмосфера, прямо скажем, предгрозовая. Здесь каждый без исключения в оппозиции. Каждый наслушался жутких историй и каждый считает, что нет дыма без огня. В огонь без дыма не верит никто. И поэтому мы тоже против и неравнодушно нам жить. Детям надо расти еще. Тут у нас и так уже оргсинтез под боком, пиццефабрика рядом. В общем, мы не согласны ни в коем случае. Мы, ладно, позже, но наши дети, как говорится, это вообще не знаю. Столько, я говорю, сейчас онкологических больных. Это уже прям мы будем прикованы к этому. У жителей еще будет возможность напрямую выразить свое мнение заказчику проекта. Заказчик – это альтернативная генерирующая компания 2, АГК-2, которая уже приступила к сбору информации, вопросов, замечаний, предложений от населения. До 19 апреля все это можно направить либо вот на этот электронный адрес, либо посредством почтовой связи. В июне пройдут общественные слушания. Строительство же может начаться не ранее октября этого года. Вот так будет выглядеть завод в Казани. Это Швейцария. Завод-близнец японско-швейцарского концерна «Хитачи Зосен и Нова», который приходит и к нам. Подобных заводов в мире немало. Расположены они, кстати, обычно в черте города. 550 тысяч тонн мусора в год – это проектная мощность. Казань может стать первым городом России, достигшим нулевого захоронения отходов наряду с Сурихом, Берлином, Стокгольмом и Копенгагеном. Технология, выбранная на данном этапе – атмосферное сжигание, так называемое. Это технология, по которой работают, по их оценкам, 80% подобных заводов в мире. Президентом республики Татарстан поставлена задача привлечения общественного контроля к этому вопросу. Проект обязательно будет обсуждаться с татарстанцами, с активистами, обеспокоенными этой темой. Позиции руководства республики в вопросе внедрения новых технологий, средств в утилизации мусора сводятся строго к одной сути. Проект должен быть абсолютно безопасным как для экологии, так и для здоровья татарстанцев. Итак, решение будет приниматься совместно с общественностью. Стороны выслушают друг друга и, наверное, услышат. Еще четыре таких завода будут построены до 2022 года и в Московской области. Этот общероссийский проект, по сути, уже набрал обороты. Остановить его будет непросто. Затормозить сейчас эту реформу значит еще на несколько десятилетий остаться один на один с растущими терриконами мусорных свалок. Какой путь выбрать, каждый сам может ответить на этот вопрос. Михаил Любимов и Хамид Шамсеев. Семь дней. Что входит в это понятие комфортные условия для жизни? Приятно и показательно, что в последние годы мы не делаем упор исключительно на элементарные нормы, как то наличие квартиры, магазинов, дорог. Мы уже желаем видеть благоустроенными и комфортными для жизни наши общественные пространства, парки и скверы, придомовые территории. Но тогда и жилье должно соответствовать высоким запросам. Вы скажете, здесь исключительно вопрос цены и наличия денег. Но тут сразу вспоминается один анекдот в тему. Проходит тендер на строительство дома. В аукционе участвуют русские, немцы и китайцы. Русские говорят, мы построим этот дом за 3 миллиарда. Немцы. За 2 миллиарда. Китайцы готовы за 1 миллиард. Русские подходят к немцам и говорят, давайте сделаем так, что мы выиграем тендер, миллиард нам, миллиард вам, а на оставшийся миллиард наймем китайцев. Как говорится, и смех, и грех. Но в реальности действительно получается так. Качество жилья в России совсем неадекватно его цене. Самые захудалые однокомнатные квартиры на окраине Казани стоят полтора миллиона рублей. Если квартиры более или менее приличные, то все 2-3 миллиона. Цена хорошей трехкомнатной квартиры в центре может зашкаливать за 10 миллионов рублей. Ну вы скажете, у кого какие запросы? Дорого не бери, возьми поменьше и подешевле. В последние годы в Москве особой популярностью у покупателей стало пользоваться малогабаритное жилье. Только представьте себе, квартиры от 10 квадратных метров, где в одной комнате застройщику удалось совместить кухню и ванну с туалетом. В народе такие квартирки студии уже прозвали пеналами. Ну а по мне, так им больше подошло бы название скворечники. Казань также старается идти в ногу с новомодными тенденциями. Как живется людям в коморках? Об этом Эльзира Юзаева. То есть здесь где-то предположительно будет кухня? Да, предположительно она находится в углу, здесь зона отдыха. Свой угол для одиночек и людей, лишенных фобий. Идеальное жилище для тех, кто не страшится замкнутого пространства. В 20 квадратных метрах при желании можно вместить практически все. И кухню, и спальню, и ванну с туалетом. При условии абсолютной свободы и отсутствия каких-либо обязательств. Как правило, это выбирают либо молодые семьи, либо одинокие люди для спокойной жизни без детей. Ага, понятно. Такая квартирка в новостройке практически на выезде из города вам обойдется в среднем в 2 миллиона рублей. Это стоимость старой однокомнатной квартиры, но где-нибудь в центре Казани. Будущих владельцев не пугает ни цена, ни расстояние. Чуть меньше половины всех квартир в этом строящемся доме такие вот с минимальной площадью. Дом планируют сдать летом этого года. А все малогабаритное жилье уже распродано. Если мы пройдем по застройщикам Казани, то уже на финальной стадии сдачи однокомнатные квартиры все реализованы. В России малогабаритное жилье в массовом порядке начали возводить именно во времена Хрущева. Такие небольшие, некомфортабельные квартирки в народе презрители называли хрущевками. Но именно Хрущев увеличил нормы для человека не менее 9 квадратных метров. Однокомнатная квартира должна была быть не менее 14 квадратных метров. С небольшой, но изолированной кухонькой, где, как правило, обедали поочередно, узкий коридор и совмещенный санузел. В народе тогда даже шутили, что в этой квартире Хрущеву удалось соединить практически все. Хорошо, что не успел соединить только потолок с полом. Во времена Хрущева строители ломали головы, как изолировать комнаты в маленьком помещении. В отличие от застройщиков советской эпохи, современные проектировщики не утруждали себя в поисках лучшего решения. За основу взяли не опыт ветеранов, а жизнь по западному образцу. Мода на миниатюрные квартиры, где всего 4 стены, в России появилась сравнительно недавно. За границей такое жилье называют студиями. Но это особая философия жизни. Красочные картинки с неординарным дизайном квартир-студий пестрят в интернете. Это место не столько для жизни, сколько для работы творческих людей. Здесь живут и творят художники и поэты, которым чужды проблемы в быту. С ним говорить, что все помещения, которые в жилой квартире, должны быть отдельные. Отдельное помещение кухни, отдельные гостиные, отдельные ванные комнаты, отдельные прихожие. А здесь все и в едином пространстве. Это же шум, это же запах, но комфортно сразу исчезает. В условиях серых будней и отсутствия творческого мышления такая квартирка в России теряет свой европейский шарм. Их даже называют у нас по-другому. Не студией, а гостинками. То есть местом для временного проживания. И гостинку у нас покупают отнюдь не из-за высокого полета мыслей. Когда у нас немножко хуже стало в финансовом обеспечении населения, вернулись к нам. Вот застройщики и девелоперы, они ищут возможность, как реализовать жилье. Тоже понимая, что покупательные способности населения очень низка. И тогда начинают появляться вот такие квартиры. К слову, мы соседи тоже стараемся смотреть, чтобы люди были достаточно адекватны. Так как соседство такое достаточно близкое, плодное. И люди должны понять, что если они выбирают такое жилье, то они должны жить дружно и мирно. Как и положено друзьям, все можно поделить пополам. Так и в одной большой квартире можно выделить место каждому. И у каждого будет своя собственная жилплощадь. Здесь у нас получается 4 комнаты. Из этой квартиры у нас получится 5-комнатная квартира. То есть кухня у нас тоже становится комнатой. То есть будет 5 небольших гостинок из 4-комнатной квартиры, 5 небольших гостинок. Да, изолированных причем. Там, где проходят красные линии, вырастет стена. Каждая комната будет разделена входной дверью и отдельным санузлом. В туалет к соседям ходить не придется. Самая маленькая комната 16 квадратных метров. Самая большая и самая дорогая, соответственно, 18 квадратов. По словам Марата Сальмушева, это предложение для тех, кто готов жить по средствам и не переплачивать ни за ипотеку, ни за съемную квартиру. Перекантоваться год-другой, а потом купить себе уже шикарные апартаменты. Мечтать-то все равно не вредно. Вот видите, большие дома. Вот их видно. Вот они, 9, 12, 14 этажей, 25 этажей. Там эконом-класс квартиры. Это проект нового микрорайона в городе Альметьевске на 35 тысяч жителей. Жилье для класса выше среднего в окружении многоэтажек. Для людей, так сказать, с доходом пониже. Так застройщики решают жилищную проблему. Большие, дорогие элитные квартиры на рынке жилья пользуются все меньшим спросом. Потому застройщики берут новый вектор в строительстве. Строить больше и квартиры помельче. В угоду спросу и без раздумий. Когда погоня за прибылью стала нормой. Как-то странно сейчас нам возвращаться опять к нормам чуть ли не сталинского периода. Там с 10 или 12 квадратными метрами. Это не совсем правильно. Но это же очень уступает даже среднеевропейской норме. Где порядка 30-35 квадратных метров на человека. А если взять там, например, скандинавские страны или там США. Там же вообще 60-70 квадратных метров на человека. Вот это считается у них нормой. И, конечно, мы хотели бы, чтобы наше общество тоже шло вот к таким примерным показателям. Архитекторы уверены, что такая же личная политика через несколько лет может привести к весьма печальным последствиям. Уплотненность населения определенного социального статуса может стать причиной серьезных проблем. Вот такая сегрегация. Сегрегация проявляется у нас очень сильно, сильнее, чем даже в европейских странах. Наша правительство российское раскритиковало в лице вот Шувалова и глава Минстроя. Они раскритиковали так называемое экономное жилье. Они и с их уст говорили, потому что это обижает наш россиян. Ипотеку взять невозможно? Ну, никак. А если мама 13 тысяч зарабатывает, я на дневном учусь. Если разложить кровать, приходится ходить в одну шеренгу. Татьяне 21. Всю свою жизнь она живет с мамой в 12 квадратных метрах. Эту комнату, как воспитатель детского сада, ее мама получила от вертолетного завода. Комнату, которую можно назвать как угодно. И гостинкой, и студией, и квартирой. Но только не местом для жизни людей. Еще надо на работу устраиваться, еще год надо отработать, чтобы клапсикация какая-то была, чтобы, может быть, мне ипотеку дали. Я смотрю, что вы с оптимизмом живете. Ну, конечно, а как дальше? Умирать, что ли, тут? Все уже. Самое главное – на улице. Ельзира Юзаева, Роман Безменов, Ишат Аюпов и Альберт Шафигулин. Семь дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Такая была организованность. Никто никого не понукал, никто никого не заставлял. Итоги выборов в Татарстане. Закономерные и неожиданные, как голосовали районы республики. Подробный анализ. 36-е заседание Госсовета Татарстана под председательством Фаррида Мухаммедшина прошло в четверг. Было рассмотрено 25 вопросов, в том числе 12 республиканских законопроектов, 6 проектов федеральных законов и 2 законодательные инициативы. Отчет о деятельности органов исполнительной власти республики за 2017 год представил премьер-министр Татарстана Алексей Писошин. Отчет – это документ, внесенный в парламент республики президентом Татарстана Рустамом Менихановым. Содержит итоги социально-экономического развития, а также ответы на вопросы парламентариев, которые были направлены президенту республики во время подготовки отчета. В четверг Рустам Мениханов с двухдневным рабочим визитом посетил Женеву. Президент провел деловые встречи с руководством ряда швейцарских компаний, обсудил перспективы сотрудничества с президентом Государственного совета кантона Женевы Франсуа Ландшамом. Также Рустам Мениханов принял участие в швейцарско-татарстанском деловом форуме и встретился с представителями татарской диаспоры Швейцарии. В пятницу в Казанском Кремле государственный советник Татарстана Ментимер Шаймеев провел заседание Попищительского и Административного советов Республиканского фонда возрождения памятника в истории и культуре Республики Татарстан по итогам 2017 года. Ментимер Шаймеев поблагодарил всех участников заседания за поддержку и сотрудничество с фондом возрождения. В пятницу премьер-министр Татарстан Алексей Песошин находился с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде. Глава Кабинета Министров Республики принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Обсудили развитие рынка жилищного строительства в регионах Приволжского федерального округа. Провел заседание Михаил Бабич. Продолжаем программу «Семь дней». На этой неделе стали известны и окончательные результаты выборов президента России. Они, думаю, никого не удивят. Давайте просто зафиксируем тот факт, что Владимир Путин набрал 76,69% голосов. И таким образом был переизбран на новый срок. Далее за ним расположились кандидат от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин, 11,77% избирателей. Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65% голосов. За кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксению Собчак свой голос отдали 1,68% россиян. У Григория Явлинского, представлявшего «Яблоко» 1,05% голосов. Остальных кандидатов поддержали менее 1% граждан. Центр избирком признал президентские выборы состоявшимися и действительными. К слову, это самый высокий результат Владимира Путина за всю историю его президентских кампаний. Второй неожиданностью этих выборов стала высокая явка 67,47%. В Татарстане были свои особенности этой выборной кампании. Результаты несколько отличаются, но они вполне закономерны. У Владимира Путина 82,09% голосов. Павел Грудинин второй с результатом 9,06%. У Владимира Жириновского 3,01%. Далее неожиданность. Максим Сурайкин в Татарстане занимает четвертое место. У него 1,68%. У Собчак 1,33%. Далее у всех кандидатов менее 1% голосов избирателей. Явка по республике составила 77,45%. Для сравнения, в 2012 году она была 83,02%. Михаил Любимов с подробностями. Люди-избиратели редко идентифицируют себя с каким-либо политическим течением или кандидатом, отдавая свой голос за того или иного. Мы не знаем, как это называется. Мы в массе свои патриоты, мы за стабильность и чтоб без потрясений. И получается в итоге так, что страна снова по итогам этих выборов высказывает четкий, патриотический, социал-консервативный консенсус. Звучит очень мудрено. Да. Если бы мы, как Остап Бендер в свое время знали, что мы выбираем такие мудреные партии, мы крайне бы удивились. Хотя чему удивляться? Цифры-то у нас на руках. Владимир Путин. Безоговорочный победитель выборов. 82% голосов. Условно, это климат. Он почти не меняется, как известно. Разной может быть погода. То есть рейтинг президента в городах и районах. Больше она или меньше в среднем будет как есть. Наименьшие результаты у Путина по обыкновению в городах. Минимум зафиксирован в Нижнекамске. 78%. Чуть лучше в Ознакаево. 72,6%. Еще чуть-чуть в Казани, Челнах и Альметьевске. Хотя поддержка все равно колоссальная. 74% минимум. Наиболее жаркая поддержка в районах. В лидерах. Аксубаевский, Рыбно-Слободский, Муслюмовский. 95-96%. Но даже это не рекорд. За цифрами всегда стоят конкретные люди. И чтобы продемонстрировать это, мы перемещаемся с вами в Кайбицкий район Татарстана. Он интересен нам. И вот почему. Кайбицкий район рекордсмен сразу по нескольким параметрам. Ну, во-первых, здесь едва ли не самая высокая явка в республике. 98%. В целом по Татарстану, в среднем по Татарстану, я напомню, 77%. Во-вторых, здесь едва ли не самое большое количество избирателей, проголосовавших за Путина. 97%. Ну и в-третьих, именно в Кайбицком районе встречаются самые редкие виды избирателей. 162 человека за Грудинина, 60 за Жириновского и даже 20 за Собчак. Меньше нет просто нигде. А как это выглядит на практике? Вот в этой деревне 181 человек проживает. 179 из них пришли на выборы. Ну вот вам и 98% явки. 178 человек из 179 проголосовали за действующего президента Путина. Вот вам и 99%. Один человек в этой деревне проголосовал весьма своеобразно за Владимира Вольфовича Жириновского. И, как нам кажется, оказал этим большую услугу этой деревне. Мы просто обязаны его найти. Мы, конечно, ухмыляемся, едва только заслышав о каком-то народном единодушии, где бы то ни было. Но люди в деревнях и правда идут сами и голосуют сами. Агитировать агитируют. Но народ, если он недоволен, подачи к властям делать не станет. Наверное, людей-то не из полиции, что называется, привозили. Нет, 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 нет. Люди шли все сами добровольно. И я же говорю, такая была организованность. Никто никого не понукал, никто никого не заставлял. И все вот прям так были довольны. Вы не скрываетесь? Вам не стыдно? Не страшно? Нет, почему я? Кого увидел я? Я никого не увидел. Виталий Степанович Григорьев, это, между прочим, тот самый единственный либерал-демократ на всю деревню. Кабы не он, быть бы на этом участке стопроцентному результату у действующего президента, что выглядело бы все же не очень прилично. Посоветовали? Может. Да нет, это позиция. Таков наш человек. Нет, нет, нет. Никто не говорил, запустите? Давления не было. Не было? Все успокоит. Ну, я сам взял, посмотрел, проситал, не сообщил, кого заводили, или этого, как там еще был. У него денег много-то. Ну что, самому пламенному и преданному? Ну да. Жириновцу. С тобой война не была, и люди хорошо жили, все. Жириновский, в общем, ведь тоже патриот. И Виталий Степанович от тех, кто за Путина, не так уж далек. Простите, все женщины разные, и все мужчины разные, да? Но вот некий общий знаменатель, по которому можно как-то наклеивать ярлык, говорить, что это мужское поведение, а вот это женское поведение. Это существует, да? Вот с этой точки зрения российское общество имеет патриотическое, социал-консервативное большинство. Результаты Владимира Жириновского, а это третье место по республике, мы пока опустим второе, весьма скромное. 3% голосов по республике. Максимум лидер ЛДПР набирает в Нижнекамске, Зеленодольске, Казани и Альметьевске. Но и здесь, лишь 4-5% голосов. Ксения Собчак, пятое место, 1,3%. Исторический максимум для Собчак зафиксирован в Казани, в среднем по городу почти 2,5%. Больше двух набралось еще и в Нижнекамске. У всех остальных, кроме левых, нет и процента. Эксперты единодушны, это полный провал либералов. Это тот самый наш патриотический социальный консерватизм. А патриоты могут быть и справа, и слева, как известно. У нас все-таки на 4-е место вышла партия коммунистов России, полностью отстранив всякого рода либералов и консерваторов, вниз опустив их. Это говорит о том, что в нашей республике несколько более левый электорат, чем в целом по стране. Махровый ультралевый коммунист товарищ Максим Сурайкин, не дотянувшийся и до третьего места, все же одержал одну локальную победу над своим непосредственным противником Павлов Грудининым, занявшим второе место по республике. В набережных Челнах, где расположена самая многочисленная и самая деятельная парт-ячейка коммунистов России, у него местами даже более 7%. Результаты в Бугульме и Чистополе не поражают воображение, но все же весьма высоки. В целом же народу более близки не ультралевые, а левые в умеренной степени. Поддержка Павла Грудинина в среднем 9%. Но есть и взлеты и падения. Падения почти до точки замерзания в Нурладском и Муслюмовском районах. Взлеты в Ознакаево, Альметьевском районе, Нижникамске и Бавлах. Однако эти цифры не идут ни в какое сравнение с тем, что мы с вами увидим вот здесь. В деревне Хузангаева, Алькеевского района, кандидат от КПРФ одерживает победу на отдельном избирательном участке над президентом России Владимиром Путином, причем уже в первом туре. Здесь сразу два рекорда. Во-первых, максимум для Грудинина – 52%. Минимум для Путина – 46% только лишь. Даже люди, далекие от каких бы то ни было коммунистических идей, не могут не восхититься этим цифрам. Ведь они – свидетельство объективности, прозрачности, реальности этих выборов. Ну и объясняются они здесь очень и очень просто. Ну это такая корпоративная солидарность у вас тут, видимо, да? Ну да, ну да. Потому что все здесь работаем. Как уже... Я не думаю, что вы против действующей власти. Нет, конечно, все хорошо. Корпоративная солидарность – столько и всего. Впрочем, и она идейная. Это сельхозпредприятие, известного на всю страну, производственника из Мариэл Ивана Казанкова. Он уроженец этой деревни, едва ли не вымерший в свое время. Но поставили предприятие, производит крупы, молоко, буку, подсолнечное масло, скоро сыром займутся, и деревня оживает. И люди потихоньку проникаются социалистическими идеями братства, труда, справедливости, которыми всю жизнь проникался и сам хозяин производства. Это не протест, это просто сыграло роль, я думаю, авторитета, в первую очередь, Ивана Ивановича. Потому что, на самом деле, это село было уже на боку и вымирало. Все говорили, что в 2000 году село вымлет. Не страшно было вдруг какой-то нагоняй вдруг от местной администрации? Нет, нет, никакой. Причем здесь нагоняй? Это у каждого человека свой выбор. Кого поддерживать? И снова тот самый патриотический социальный консерватизм. Россия не любит либералов. Мы за сильное государство, свою экономику, свою культуру, за полную нашу самостоятельность. На пьедестале почета по итогам выборов совершенно разные люди. Но это не либералы. Это социал-консерваторы. А выбор был очевиден. Владимир Владимирович может кому-то нравиться. Кому-то не нравиться. Но, повторюсь, словами Константина Симонова, когда его спросили, как он относится к культу личности, это было после 20-го съезда, так он очень, на мой взгляд, образно, как подобает поэту, ответил. Культ, конечно, был, но и личность тоже была. Вот я думаю, мы имеем дело с аналогичной ситуацией. Михаил Любимов, Хамид Шамсеев и Андрей Мохов. Семь дней. А теперь еще к одной теме, на которую редко обращают внимание. Начнем издалека. Пенсионный фонд в 2017 году отказал нескольким россиянам в получении страховой пенсии по старости из-за недостаточного стажа и нехватки пенсионных баллов. Об этом в интервью российской газете сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Напомним, страховая пенсия предоставляется мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет. При этом страховой стаж у человека должен быть не менее 15 лет, а минимальная сумма пенсионных баллов 30 и более. Количество баллов зависит от величины стажа и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования. Требования по документам, которые доказывают трудовой стаж работника, продолжают ужесточаться. Эксперты объясняют это тем, что в России с 90-х годов во всех отраслях экономики получила широкое распространение серой зарплаты. И сегодня именно эти труженики, получавшие зарплату в конвертах, начинают оформлять пенсию. И сталкиваются с серьезными трудностями. Плюсом сюда добавляется проблема пропавших документов, исчезнувших предприятий. Героями нашего следующего репортажа стали водители из Чистополя. Много лет они проработали в сфере пассажирских перевозок. Но вот выйти на досрочную пенсию не могут. И сейчас обивают пороги судов различных инстанций. О судьбе человека через призму бумаг. Светлана Спирина. Мне кажется, что именно здесь создается образ того самого маленького человека. И дело, конечно, не величине здания. Все чаще себя маленьким человеком здесь ощущают те, кто пытается оформить пенсию. Особенно досрочно. Все как по лебедеву кумачу. Без бумажки ты букашка. Именно так начиналась история и нашего героя. Папка документов. Три года в бесконечных судебных процессах. Два из них в Верховном суде. И никаких шансов на досрочную пенсию. Я работал, но профессия не указана. Вы понимаете, по 200 с лишним часов я работал каждый месяц. Вот эти годы. И бумажка у меня там подтверждение есть. А кем работал, не знаю. Константин Сальцин утверждает, что работал в Чистопольском АТП с 1984 года водителем городского автобуса. Значит, ему положена досрочная пенсия. Однако в трудовой книжке другая запись. Водитель автоколонны. Что означает, работать Константину Петровичу придется до 60 лет. Документы, подтверждающие особые условия труда, водитель разыскать не может. Почти 17 лет льготного стажа фактически пропали вместе с документами. В 15-м году я обратился в ВТП. Они мне сказали, мы тебе ничего не дадим. А на каком основании, непонятно. И после этого суды проигрывали все. По делу Константина Сальцина возникают десятки вопросов. Как мог наш герой сидеть за рулем городского автобуса и отвечать за безопасность 100 пассажиров, не имея на то прав? И какие страховые отчисления тогда проводило предприятие, если зарплата по трудовой книжке была меньше, чем она в самом деле, утверждает Константин Петрович. И, конечно, главный вопрос, есть ли шанс все-таки оформить досрочную пенсию. Юрист сомневается в положительном исходе дела. Нужно еще посмотреть, все-таки, какое награждение было. Вполне возможно, что, может быть, где-то в почетных грамотах фигурирует. Где-то какие-то фотографии тоже подтверждают. Может быть, где-то имеются путевые листы. Даже и этот вариант некоторые сохраняют. Ни фотографии, ни даже роль в телевизионном сериале «Вечный зов» не помогли актрисе Елене Говорухиной доказать свой стаж работы. И теперь она может рассчитывать только на минимальную пенсию. Трагедия ее, как и нашего героя, все в тех же документах. Были утеряны документы, касающиеся моих работ на Свердловской киностудии с периода 1979 года по 1981. И все это хранилось здесь, в архивах бухгалтерии. Исчезнувшие документы и многочисленные суды, связанные с фактом назначения пенсии. Количество таких дел увеличивается из года в год. Чаще всего это связано с сотрудниками предприятий, приватизированных или ликвидированных в 90-х. Сегодня идет волна и будущих пенсионеров из современного серого рынка с зарплатой в конвертах. Чем это выгодно работодателю? Отчисления будут производиться в меньшем объеме. Кроме того, нужно знать, что если у нас работник во временных условиях труда работает, значит, нужно проводить специальную оценку условий труда, что предусмотрено федеральным законом. Работодатель этого делать не хочет. И поэтому, соответственно, считает, что он не во вредных работает. Для чего ему это? Досрочных пенсий, похоже, скоро совсем не будет, предполагает юрист Лариса Лазарева. Возможно, по ее словам, в этом заинтересован сам пенсионный фонд. Сохранение бюджета, если только. Да? Пост фактум, когда зачастую уже исправить ничего невозможно. В самом пенсионном фонде об этом пока не говорят, но подчеркивают, что зачастую будущие пенсионеры сами не всегда правдивы при оформлении документов. Возможно, и в деле Сальцина. Работник и работодатель друг друга не поняли. Возможно, он работал на пригородных маршрутах, там, где оплата выше, или еще что-либо. А хочется все-таки досрочную пенсию иметь. И такие ситуации есть. Раз организация не подтверждает, может быть, и не было занятости в тех условиях, о которых говорит гражданин. Или все-таки предприятие не желает подтверждать? И вновь вспомним нашего героя. Вот что заявила главный бухгалтер ныне ООО «Йогтранс», теперь занимающего базу Чистопольского автотранспортного предприятия. Именно туда были переведены работники ликвидированного АТП. ООО «Чистопольское АТП» ликвидировано. Это, во-первых, все документы переданы в архив. Это, во-вторых, в-третьих, у меня есть руководитель. Но документы Сальцина, подтверждающие его работу водителем городского автобуса, в архиве так и не нашли. Не обнаружили даже приказ о приеме на работу Константина Петровича. Кстати, часто важные бумаги находятся совсем не там, где полагается. Только в прошлом году Пенсионный фонд выяснил местонахождение документов 302 организаций. Документы медико-санитарной части КП имени Горбунова находятся на территории ООО «Консультативно-диагностический центр авиастроительного района». Было выявлено еще в 2009 году. И с 2010 по 2017 год ежегодно мы это дело выявляем. При этом мы прекрасно понимаем, что предприятие, на котором хранятся данные документы, наверное, не имеет никакого отношения к медико-санитарной части. Не является его неправоприемником. Более тысячи предприятий, они находятся в розыске. И вот на сегодняшний день у нас на нашем сайте размещены все эти предприятия. К сожалению, их количество не уменьшается. Каждый день несколько человек проигрывают или выигрывают дела у Пенсионного фонда, выбивая себе законную пенсию, если посмотреть базу решений, принятых российскими судами. Похоже, чтобы не нанимать адвоката в дальнейшем, защищать себя нужно уже сегодня. Юристы рекомендуют контролировать записи в трудовой книжке, сохранять трудовые договоры, табели, путевые листы, справки о заработной плате, что помогут в дальнейшем доказать право на пенсию. Помощь и фотографии. Тот самый случай, когда социальные сети не ради развлечения, а реально помогают. Например, фотография за рулем автобуса с пассажирами с хэштегом «Остановка Пушкина» могла стать одним из доказательств в суде для Константина Сальцина. Самый действенный и самый работающий способ на сегодняшний день – это зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. В личном кабинете любой человек может проверить, все ли его пенсионные права учтены. И фактически по основному числу татарстанцев и периоды работы до 1998 года уже занесены на лицевые счета. Свою линию защиты избрал коллега нашего героя Сергей Зайцев. До пенсии еще два с половиной года, но он уже сегодня наблюдает за всеми перипетиями старшего товарища. С 87 по 97 год я работал за моими плетями. Меньше ста человек не было. Мы работали на 100 местных лязах 677. Понимаете? Это какая ответственность была. И просто так они мне хотят всю эту жизнь вычеркнуть. И через два с половиной года меня такая же участь ждет. Такая же участь ждет многих водителей на этом предприятии, говорит Сергей. У всех одинаковые записи в трудовых книжках. Вот если дядя Костя прорвется, мы все в суд пойдем. А пока молчат. Йогтранс на стадии ликвидации, а работы по профессии в маленьком городе больше нет. Светлана Спирина, Роман Безменов, Андрей Мохов. 7 дней. Уважаемые граждане, имейте в виду, если ваш работодатель платит вам зарплату в конверте, он наглый вор, который крадет вашу старость, а значит и вашу жизнь. И к этому только так можно относиться. Продолжаем программу. На этой неделе весь тюркский мир отмечал красивый древний праздник Навруз. Праздник весны. Мало кто знает, что Навруз начали отмечать более трех тысяч лет тому назад в Персидской империи. С 2009 года решением ЮНЕСКО он был включен в список нематериального культурного наследия человечества. Во многих странах Навруз отмечается как государственный праздник. Например, в Албании, в Азербайджане, в Афганистане, Индии, Македонии. Главная цель праздника – это сохранение своих обычаев, своей истории, объединений людей разных национальностей. В этом году Казань Навруз встречала по-особенному. В столице Татарстана впервые прошел международный фестиваль тюркского кино. В этом кинофоруме приняли участие представители России, Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана. Нашу страну на фестивале представили кинематографисты Татарстана, Башкортостана, Якутии, Хакасии и Чувашии. Представители тюркского мира на фестивале первым делом поздравляли друг друга с Наврузом, с праздником добра, мира и дружбы. Подробности у наших корреспондентов. Возможно, это один из самых светлых и ярких фильмов советского кинематографа. На экране многонациональный Ташкент, где много солнца, улыбок и, конечно же, любви. Фильм «Влюбленный» был снят на студии «Узбекфильм» в 1969 году и своим героям принес ошеломительный успех. Анастасия Вертинская, Родион Нахапетов, Рустам Сагдулаев после выхода в свет именно этой картины они стали звездами первой величины. Герои, картины, люди разных национальностей. Потому сам фильм стал символом дружбы братских народов, живущих под одной крышей под названием Советский Союз. Кинопродюсер из Казахстана Канад Тарыбай уверен, что настали другие времена. Кино тюркских народов, которое когда-то воспитало целую плеяду звезд и гремело на весь Союз, переживает новый виток в своем развитии. Долгое время, благодаря каким-то, я не знаю, идеологическим причинам, политическим причинам, многие родственные народы, именно тюркская семья, они были разобщены, можно так сказать. Но сейчас, в последние годы, наметилась такая тенденция по сближению. Это родственные культуры, общие традиции, общая история. И то, что сейчас этот процесс достаточно бурно развивается, я думаю, это хорошо. Это один путь, который связывает народов. И я желаю успеха во первых работах фестиваля. И это кино, конечно, зеркало жизни. После 20-летнего застоя они решили объединиться, чтобы заявить о себе вновь. В октябре 2017 года в Стамбуле прошло первое заседание Президиума Ассоциации кино тюркского мира. В состав ассоциации вошли известные деятели кино из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Турции и России, который теперь в мире тюркского кино будет представлять именно Татарстан. Основной посыл всех членов ассоциации именно этот был. Давайте вернем на евразийское пространство фильмы тюркских стран. Они отличаются тем, что там очень ярко выраженные национальные особенности народов. Да, может быть, этим фильмам не хватает экшена или каких-то технологий супер-пупер-современных, но зато там есть человек в кадре и есть настоящее отношение в кадре. Этот международный фестиваль тюркского кино, который состоялся в Казани, стал, так сказать, первым пробным шагом. Каждая страна представила такую картину, которая, по словам организаторов, могла бы отражать именно ментальность того или иного народа. Это их главное отличие. Но в каждой стране существуют схожие проблемы, которые зачастую можно решить только сообща. Я считаю, что проблема заключается в том, что на самом деле продаются больше всего те фильмы, которые боевики и так далее. А те фильмы, которые отражают общечеловеческие ценности, этические моральные нормы, они как-то остаются в стороне. Вот он, старый добрый кинопроектор, где фильмы показывали через вот такую кинопленку. В кинотеатрах говорят, что эти машины не работают уже лет 10. Публичный показ фестивального кино будет происходить через вот эту машину. Хотя принцип работы здесь тот же самый. Картинка транслируется на большой широкоформатный экран именно отсюда. Несмотря на то, что на фестивале будут представлены и старые киноленты, все они уже оцифрованы, и люди смогут их увидеть, так сказать, в новом, современном формате. Плевать я хотела на вашу плотину. Можете утопить меня, но я с места не сдвинусь. Особенность этого фестиваля была и в том, что для кино не установили какие-либо временные границы. Вот, к примеру, фильм «Красная косынка», снятый турецким режиссером Атиф Елмазом 40 лет тому назад, по роману Чингиз Айкматова. И это уже старая добрая классика. Старик из Казахстана, охотник из Хакаси и судьба простой татарской женщины Биби Нур. Этот фильм Юрия Феттинга, снятый в 2009 году, в свое время стал открытием нового татарского кинематографа, у которого когда-то была своя история, и который, как уверены многие, начинает свой новый путь. Мы очень часто любим плакать, что у нас еще нет, нет, да есть уже давно кино, но оно такое. Оно должно постепенно, как любая эволюция, появляться. Не может кино резко стать самым лучшим в мире. Хотим, конечно, но надо все-таки поглядываться по сторонам и свое дело не забывать, болеть им каждый день, идти к своим идеям, к мыслям, и скорее всего так получится. Езира Юзаева и Роман Безменов «Семь дней». Это все на сегодня. Добра, мира и счастья всем вам. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде на ближайшую неделю в студии Лейлы Латыпова. Последняя неделя марта месяца будет теплой. На северо-востоке республики осадки не ожидаются, но в основном будет облачно. В понедельник и во вторник днем около одного мороза. В среду до плюс трех. Выходные около нуля. На юго-востоке Татарстана весна полностью вступила в свои права. И к середине недели ожидаются плюсовые температуры. Выходные около нуля. На дорогах гололедица будьте осторожны. Жители центральных районов республики ожидает пасмурная погода. Но солнце временами будет появляться из-за туч. Среднедневная температура около нуля. Местами до плюс двух. На юго-западе республики днем уже стабильный плюс. От одного до трех градусов. Но весной погода обманчива, поэтому одевайтесь тепло. На северо-западе и в Казани переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Дневные температуры от нуля до плюс двух. Витает в воздухе весна. Пора пришла всему проснуться. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова